Наше управление продолжает серию очных семинаров. В первом полугодии мы с вами уже встречались на площадке нашего территориального отдела в городе Чехове. Мы учли пожелания операторского сообщества, и на этом семинаре мы пригласили представителей органов ФСБ, жилищной комиссии. Также у нас будут участвовать в нашем семинаре разработчики систем фильтрации. Будут принимать участие, присутствуют на нашем семинаре представители радиочастотной службы. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы по работе ревизора, он будет готов вам ответить на них. И у нас будет новая тема для вас, как для операторов связи. Мы расскажем вам об обработке персональных данных в ваших организациях. У нас в нашем семинаре примет участие заместитель руководителя нашего управления Кортова Ольга Александровна. Предлагаю приступить. Дмитрий Геннадьевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Первый доклад представителя ФСБ «Взаимодействие операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющие оперативную рассыкную деятельность». Золотов Александр Александрович. Добрый день. Представитель 12-го центра ФСБ России Золотов Александр Александрович Патаревич. Доклады, конечно, громко сказаны, на самом деле. Ну, по большому счету, вы все сами знаете, в каком объеме, в каких рамках оператор связи должен взаимодействовать с уполномоченным органом по приказу 538 ма 2005 года. Ну, особо ничего нового не скажу. Надо закупать оборудование, устанавливать его и поработать. Поподробнее как? Так, оператор при получении лицензии обязан согласовать план реализации с органом с оператором связи в течение трех месяцев, в соответствии с которым по пункту выполнять его. Да, конечно, вещь достаточно такая дорогостоящая, не очень хорошая для оператора, по большому счету. Но она необходима и нужна. Она нужна для... Да, для нас, на самом деле. Самих, для собственной безопасности. Ну, давайте проще вопросы. На вопросы проще отвечать, чем это самое. По производителям, пожалуйста, ради бога. Производителей очень мало, на самом деле, поэтому, может быть, определяется цена такая большая, высокая, может быть, даже и завышенная, субъективно. Ну, если бы сертифицировалось много производителей, то и проблем бы не было, и были бы цены дешевле намного. На сегодняшний момент четыре производителя у нас существуют. Техаргас, МФИ-софт, спецтехнологии и Нурситранс. Добрый день. Да. Решите вопрос. Компания ОПВО-нет, зовут Андрей Харахурин. Скажите, возможно ли решение вопроса Сарма через предоставление этой услуги посредством присоединяющего оператора? Да, возможно, прецедентов пока не было, но на самом деле, да, это рассматривается, ради бога. Давайте, давайте. А каким образом начать решать этот вопрос? Если только у вас высшестоящий оператор один присоединяющий, и если у него есть СОРМ по монобъеме. Я должен с ним заключить какой-то договор, я так понимаю, да? Да, да, да. И с этим договором прийти потом? Ну, договор, схема организации связи, да, приходите, проводим тестовые испытания, если все нормально, нет проблем. У нас нет задачи там заставить каждого оператора купить оборудование СОРМ в полном объеме за, ну, какие-то большие деньги. Нет у нас такой задачи. У нас задача только выполнения наших требований. Я предполагаю, что значительной части операторов и возможностей такой нет. Вот вы сказали, нам нужно всем для безопасности. Хотел бы я услышать кого-нибудь, кто скажет, да, мне это нужно. Вот кто-то из операторов. Операторам я выражу так мнение от себя, ну, нам это не нужно. Мы будем выполнять требования государственные. Естественно, мы ищем путь наименее затратный для нас. Ну, правильно. Понятно. Попробуем. Добрый день. Сверидов Антон, Моснет-компания. Вот наша компания реализовала и второй, и третий СОРМ в Нижнем Новгороде. Что касается второго СОРМа, там можно действительно сделать его под вышестоящим оператором, а третий СОРМ сопряжен там с выгрузкой абонентской базы, контактных данных. Насколько я знаю, третий СОРМ не получится на аутсорс отдать, потому что идет взаимодействие биллинга и СОРМа самого. Поэтому вопрос, в принципе, сложный, дорогостоящий, но наша компания это сделала. Здравствуйте. При реализации требований СОРМа, есть пункт о требовании реализации СОРМа как каналов связи. При реализации этих требований возникла юридическая коализия. Технических требований, предъявляемых к СОРМу каналов связи в природе нет, что подтвердило министерство. И министерство нам предлагает использовать по согласованию с уполномоченным органом другие сертифицированные решения. Непонятно, как можно использовать, что сертифицировать, если нет технических требований. Тем более, что каналы связи – это не только каналы передачи данных, но и каналы ТДМ, это и телефонии, и прочее на магистралях. За телефонию, к сожалению, я не могу ничего говорить, потому что я работаю в отделе, который занимается телематикой передачи данных и аренды каналов. Поэтому по телефонии ничего не скажу. Но что значит нет технических требований? Мы работаем только в соответствии, когда приняты технические требования. Вот СОРМ-3 тот же, на него пока не приняты технические требования, и мы не настаиваем на нем. СОРМ-3 есть 22-е приложение, по которому все работают. СОРМ-3 по каналам связи в 6-м приказе есть абзац, что он должен быть, и на этом все юридические упоминания о СОРМ-3 каналах связи дальнейшие отсутствуют. Как мы можем применить решение, тем более сертифицированное? Если сертифицировать нечего, нет руководящих документов. Вы по поводу СОРМ-3, да? Нет, я по поводу СОРМ-3, как каналов связи. Это то, что условно называют СОРМ-5. СОРМ-3 – это биллинг, СОРМ-4 – это распространители и информация, новостные агентства. И то, что в проекте СОРМ-5, сейчас многие операторы столкнулись с проблемой, что разрешение не дают, планы не подписывают, а операторам нужно работать. Мы как операторы и готовы что-то сделать, но получается юридически, что и делать нечего. Ну так это не к нам вопросы, а к Винсвязи. Все законодательные акты и вещи вырабатывает Минсвязи. К ним все вопросы задавайте. Мы работаем только в соответствии с той документацией, которая нам предоставлена высшестоящими органами. Здравствуйте. Уланов Александр, Цифробар Телеком. Вопрос такой, если мы работаем на стыке областей и получать, что внешние каналы связи и сам узел передачи данных, термодельческих служб находятся в одной области, а в одном из городов в другой области находятся просто по сути сети доступа, распределительная сеть доступа. Мы можем обойтись одним СОРМом или нам нужно два СОРМа на каждую из областей? К сожалению, не можете обойтись, потому что мы отвечаем за Москву, Московскую область. Все, что регионы, это региональные и территориальные подразделения ФСБ, УФСБ. Вы с ними согласовываете бумаги. Они подписывают для территориальных органов связь надзора свои бумаги. Мы свои. Наше руководство, оно не... Ну, хотя мы и говорим там, что ФСБ, Россия, но на самом деле вот наше подразделение только Москва, Московская область. Ну, то есть при желании они могут как-то с вами согласовать, чтобы мы обойтись одним СОРМом? Как правило, у них не бывает такого желания. Понятно. Но, к большому сожалению, получается так. В Москве, да, много, в Москве, Московской области много операторов связи. В регионах там 3-5, ну, может быть, вот так вот операторов связи. И с них, естественно, руководство требует в полном объеме. Ну, ну... Хорошо, тогда такой вопрос. Поэтому они должны отрабатывать свое как-то, ну, грубо говоря, свой хлеб, вот они и работают. Хотя, да, бывает глупость, конечно, полная, что точка приземления всего трафика в Москве, из Магадана требует там тоже купить и поставить. Что поставить, что купить. Ну, это, ну, операторы должны сами, на самом деле, честно говоря, работать с Минсвязью. Выходить на руководство Минсвязи, вот эти вещи доказывать, объяснять. Ну, тут, я так понимаю, вопрос-то не в Минсвязи. У ФСБ говорит, мы не хотим видеть клиентов в другую область, а они не должны видеть нашу. Вот и все. Ну, они не так говорят. Это впрямую цитату. Они говорят, если у вас есть лицензия на эту область, вы обязаны поставить там оборудование, которое они могут применить в случае необходимости при получении задания. Вот и все. Нет, ну, вот для нас МФИ-софт прорабатывал вопрос, что мы с двух областей можем этот СОРМ сделать. Но там вопрос стал именно в УФСБ, что клиенты будут мешаться обоих областей. И УФСБ сказал, мы не должны видеть клиентов в другой области. Тут дело не в Минсвязи. Ну, что значит видеть, не видеть? Если задание у нас приходит на контроль какого-то абонента, то мы и берем своего абонента на контроль. А зачем нам? Я не понимаю, почему видеть, не видеть. Ну и ради бога, ну пусть видят они его. Смысл-то не вижу. Ну, не знаю. Ладно, я понял. МФИ, да, МФИ делает по регионам нормальное оборудование, все, как и спецтвенологии. Проблем нет. Хорошо, ну, тогда другой вопрос. То есть СОРМ не дешевая такая штука достаточно. Да. И если вот небольшой провайдер, там реально маленький провайдер, и то есть какой-то вариант прорабатывается или не прорабатывается, какой-то может быть скидкой со стороны государства. Потому что нереально купить два СОРМа на две области маленькому оператору, у которого 5-3 тысячи абонентов. Ну, мы не в Америке живем, поэтому тут оборудование остается за счет оператора связи. В законе прописано об ОРД, ОФСБ и о связи, что оператор обязан... Вы же сказали, нам это всем надо. Я согласен, нам это всем надо. Да, оператор обязан, да, оснастить свой узел связи, оборудование, тем оборудованием, которое позволяло проводить оперативную... То есть купить СОРМ, еще купить фильтрацию для Роскомнадзора отдельно, все это вместе. Почему нельзя совместить хотя бы? Если есть уже СОРМ, который позволяет, так сказать, вмешиваться в трафик, может договориться с Роскомнадзором, с ФСБ стоит? Мы поможем. Договариваетесь с Роскомнадзором? Вот мы договариваемся сейчас на встрече, мы готовы обсудить сейчас. Да у нас нет цели и задачи препятствовать работе и зарабатыванию там, ну, неважно чего, дивидендов, денег и прочее, операторами связи. Да ради бога. Только вот-вот в рамках наших задач, которые надо, помогайте нам, делайте, и все. А вы нам? Да и мы вам тоже ради бога. Давайте СОРМ соединим с фильтрацией Роскомнадзора. Может, хотя бы проработаем такие вопросы? Это все согласятся, я думаю. Несколько разных задач. Здравствуйте. О, Телесерис Городжковский. Такой вопрос. Вот более подробно. А что нас ждет в 2018 году с принятием пакета Яровой и рекомендациями ФСБ по ее исполнению? И вот именно как бы модернизация может быть СОРМА-3 под это все. То есть есть какие-то уже готовые решения или готовые четкие какие-то инструкции в дальнейшем, которые будут? Спасибо. Ничего хорошего не ждет. Это раз. А потом надеемся, что может быть и его отложат. Вдруг. Дорогие товарищи, были обращения к президенту, но написали бы тоже вопрос. Зачем нужен закон Яровой? Просто вопрос какой? Он будет непонятно, да? Что с ним будет в итоге? Будет он изменен, не будет он изменен? Ничего не понятно. Пока ничего не знаем. Пока не принято. У ФСБ есть какая-то позиция по этому поводу, как они хотят это видеть? Ну как они хотят видеть это для операторов, во всяком случае? Никак пока. Не комментируем. Будет день, будет пища. Вот мы сейчас стоим на… у нас есть второй сором, мы стоим сейчас на пороге принятия решения третьего сорома, он стоит 5 миллионов. Да, вот нам МФСов посчитал, 5 миллионов. Мы общались со своим куратором, он нам честно сказал, мы не знаем, будет ли потом необходима модернизация этого третьего сорома под требования Яровой. И получается, мы сейчас заплатим 5 миллионов, пройдет полгода, и нам надо будет тратить еще 5 миллионов, если что-то изменится. Так не платите, не покупайте. Кто нам сказал покупать сейчас сором 3? Требований нет, мы не имеем права требовать сором 3. То есть надо подождать сейчас? Конечно. Хорошо, спасибо. Мне все понятно. Здравствуйте. Звон по опрокте, город Жуковский. Мы работаем в двух территориальных, в двух федеральных кругах, как бы в Московской области и в Краснодарском крае. Территориальное управление ФСБ по Краснодарскому краю принудило нас реализовывать на своих сетях сором 3. Вопрос следующий. То есть мы использовали решение от компании Норси Транс, но при переговорах с вендором, соответственно, когда мы задавали вопрос о сертификации данного оборудования, нам ответили, что сертификации на сегодняшний день отсутствуют. Соответственно, есть у нас статья 13.6 в КОАП по поводу установки не сертифицированных средств на сети связи. И тем не менее мы вынуждены были, учитывая требования территориального управления, реализовать данное оборудование у нас на сети. Сейчас аналогичный вопрос, это только что коллега разговаривал, также из Жуковского. То есть стоит вопрос о реализации третьего сорома в московской области. Скажите, пожалуйста, кто-то из производителей имеет сертификацию на сегодняшний день? Нет. А каким образом нам поступать в данной ситуации? У нас есть план, да, и сроки, соответственно? Ну да. Потом нас начнут привлекать. Я не могу сказать за Краснодарский край, я могу сказать только за Москву, Московскую область. Мы не имеем права требовать сором-три закупку. Но он же написан у нас в плане. Он бы как бы, знаете, раз требований нет, значит можно пойти таким путем. Вы сами по нашим каким-то требованиям делаете доступ к базу данных. То есть доступ к логам и к базе данных абонентов. Вот и все. А это каким образом? Ты согласовываешь с нашим куратором, словно говоря? Ну да. Делается все очень просто. Осуществляете нам доступ с определенного IP-адреса под каким-то паролем, там и прочее. Как угодно. Но мы не требуем сором-три на сегодняшний момент. Регионы могут что угодно делать. Ну, я вас понял. Как только будут требования, мы будем требовать. А покупать сейчас оборудование вы купите сором-третий, а там что-то будет не такое. Ну вот я вам объяснил, ситуацию мы вынуждены были поставить. Мы судились в течение прошлого года всего. То есть нас привлекали к административной ответственности. Местное центральное управление Роскомнадзора, да, соответственно, нас просто принудили к установке. Впоследствии, я так понимаю, нам необходимо будет это модернизировать. Все это дополнительные затраты. Мне кажется, это неправильно. Акты очень хорошо получаются, да? Мне кажется, это неправильно. Спасибо. 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 Коллеги, следующая наша тема – это взаимодействие операторов связи и управляющих компаний, а также иные другие вопросы, возникающие у операторов связи при оказании услуг связи. Выступает представитель главного управления Московской области, государственной жилищной инспекции, Дмитрий Петрович Кривков. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, я в краткости расскажу, значит, что касаемо нашей деятельности и ее работы с операторами сотовой связи. Значит, в соответствии с требованием жилищного законодательства, статьей 36 оборудование, которое размещается провайдерами, оно размещается на общем имуществе. И, соответственно, с этой статьей решение о размещении данного оборудования принимается только собственником на общем собрании. В случае непроведения этого собрания, значит, это оборудование не может быть им размещено. Значит, собрание может проводиться общее по созыву любого из числа собственников этого многоквартирного дома. Если, как бы, собственник решил выбрать любую компанию, которая предоставляет услуги интернета, связи, он может создавать общее собрание, провести, и на общем собрании, соответственно, они это примут решение. Значит, в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева было... Переключите там слайды. Забыли. Пока нет технической проблемы. Ну, ладно, продолжим, значит. Было дано поручение о проведении мониторинга, и чтобы в многоквартирных домах было два и более провайдеров, чтобы возникала конкурентность и снижение цен на предоставление данных услуг. Значит, в 2016 году был проведен анализ и было установлено, что на территории Московской области в 60% многоквартирных домов, на тот момент существовало 60% домов, были где два и более интернет-провайдеров. На сегодняшний момент в 43 тысячах домах Московской области уже предоставляют услуги интернет-связи, два и более интернет-провайдеров, что составляет 81% от общего числа многоквартирных домов. Значит, в 6 тысячах домах Московской области, это что составляет 11% от общего числа, интернет-провайдеры предоставляются только одним услугой. Это можно разделить как на 80% находящихся в управлении управляющих организаций, 4% от СЖ и ЖСК, и 16% многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, это то бишь, где управление осуществляют сами собственники своим многоквартирным домом. Ну и также у нас есть 4 тысячи домов, это 8% от всего числа, где услуги интернет-провайдеров в области, как дома, в которых не исполнено поручение губернатора, то бишь, вообще даже не предоставляются услуги связи. Значит, нами постоянно ведется мониторинг данного предоставления интернет-связи, и на сегодняшний день у нас в ряде городских округов имеется уже 100% выполнение этого указания, то бишь, где предоставляются услуги, двумя и более провайдерами. Значит, Мингосуправлением вместе с ГОЖИ в инспекции Московской области было разработано и утвердены методические рекомендации по размещению средств и линий связи на общем имуществе собственников многоквартирных домов. В данных методических рекомендациях было последовательно указано действия, решения и пути прокладки всех кабельных линий связи и размещения оборудования. Значит, методические рекомендации размещены на официальных сайтах ГОЖИ в инспекции, администрации и также Мингосуправления Московской области. Также на сайте размещена приблизительная примерная форма договора для размещения оборудования связи. Ну, в принципе, все, что это хотелось бы сказать. Ну и также, к сожалению, презентация не работает. Вот. Ну, готов ответить на вопросы. Добрый день. Заури Алком, город Подольск. Скажите, пожалуйста, вот примерная форма договора, она подразумевает также примерные тарифы на размещение этого оборудования. Планируется ли каким-то образом в рамках мониторинга, о котором вы сказали, учитывать и запросить, может быть, управляющие компании о тарифах, потому что тарифы скачут в десятки, сотни раз. Значит, по поводу тарифов Мингосом, здесь были предложены минимальные тарифы, которые необходимы. По сути, здесь не может управляющая компания влиять на решение размещения и тарифы влиять на них. Здесь только сугубо собственники, и собственники принимают решение, какая именно стоимость должна быть за размещение оборудования на их собственности и возмещение убытков, понесенных для подключения к электроснабжению оборудования. По сути, собственники, управляющая компания не может на это влиять. Но Мингос дал минимальную стоимость того, что необходимо для возмещения. Он это рекомендует. Собственники могут сказать, да пожалуйста, пусть вообще размещают бесплатно. Но компенсации за электроснабжение должно быть, потому что очень много потом возникает вопросов и очень много обращений жителей. А вот интернет-провайдер, он подключился, мне выставляют УДН. А что интернет-провайдер возмещает как? Ну любой третий сторонний абонент, который подключился к сетям дома. Когда вопросов нет, вы платите тогда, если у вас прямой договор с энергосбытом, то и вы платите по тарифам энергосбыта. У вас идет учет отдельный. Зоон Попроктех Жуковский. Подскажите, пожалуйста, мы зачастую оказываемся в ситуации, когда протокол общего собрания собственников по установлению основных условий договора на предоставление объектов общего имущества в пользование отсутствует. Мы читали разъяснения Роскомнадзора, которые были, если не ошибаюсь, по-моему, за прошлом году по поводу размещения линии средств связи на квартирных домах. Правильно ли я понимаю, что при отсутствии такого протокола нам достаточно платить за электроэнергию и размещать свое оборудование, просто имея словно один какой-то договор с одним из собственников квартирного дома? Нет. Протокол о размещении именно оборудования на общем имуществе должен быть в любом случае. Ну, его просто нет. Что? Его нет. Есть, например, заявка от любого использования протокола, нет, они не собирались, не утверждали. Тогда решение о размещении оборудования только общее собрание собственников, это высший орган управления. Нет, я понимаю. Ну, и собрание может провести, как вот кто желает, да, значит, мы готовы вам предоставить, но проведи общее собрание. Либо орган местного самоуправления, он тоже имеет право организовать, либо третий, на сегодняшний момент внесены в жилищный кодекс изменения, это управляющая компания. Вот у нас в городе находится порядка там двух с половиной тысяч квартирных домов, и коллега мой свидетит, нет ни одного протокола, ни в одной управляющей компании. Ну, должно быть. Можно вопрос, да? Да. Люберецкий городской жилищный трест, главный инженер. У меня вот такого характера вопрос. Мы обслуживаем больше, более 800 домов, которые включают в себя в том числе и старый жилой фонд. Мы выполнили требования и пустили провайдеров, у нас от пяти до девяти провайдеров бывает, ну, в основном от трех до четырех. У меня такой вопрос, так как трибуны другой у меня нет, значит, судя по тому, как размещено это оборудование, возникают очень большие вопросы. Это начиная от размещения его на кровлях жилых домов, где полный бардак, и управляющая компания вынуждена принимать меры для того, чтобы вызывать провайдеров, наводить порядок и так далее. Но если мы спускаемся вниз, дома не предусмотрены для размещения большого количества провайдеров, и возникает огромная чехарда со слаботочными сетями. Вот вы сказали, что есть технический регламент, технические условия прокладки, и вот мы никак не можем добиться от наших основных провайдеров, чтобы они навели порядок со своим оборудованием, которое находится в местах общего пользования. Вот пока все здесь находятся, такой большой круг, большая просьба, обратите, пожалуйста, внимание на это оборудование и приведите его в соответствии с требованиями, предусмотренными техническими условиями или регламентом. Здравствуйте, представитель компании «Авакавелком», зовут меня Воронский Максим. Вопрос такой, у нас сейчас сложилась некая патовая ситуация с одной из управляющих компаний города. Проблема в том, что мы размещаем свое оборудование уже на протяжении нескольких лет, начиная там с 2009, где-то даже с 2007 года. В этом году произошла смена управляющей компании, и на текущий момент новая управляющая компания не заключает с нами договор, мотивируя тем, что мы должны получить одобрение собственников жилья на размещаемое оборудование. Вот вопрос к вам первый, как нам действовать в данной ситуации? То есть управляющая компания не заключает с нами договор, оборудование находится уже несколько лет. На этих домах есть много пользователей, которые пользуются услугами связи. Ну, отвечу на первый вопрос сразу так, что ранее это оборудование было по решению собственников? А ранее, по-моему, и не было таких требований, не предъявлялось в 2007 и 2009 году, поэтому мы размещали оборудование, заключая напрямую договор с управляющими компаниями. Ну, к сожалению, жилищный кодекс у нас вышел в 2005 году, и это говорилось сразу же в 2005 году, но тогда не было просто, скажем так, основного такого вопроса, чтобы это было обязательно исполнено. Но, тем не менее, есть оборудование, значит, вам надо провести общее собрание, те, кто желают, чтобы вы остались как провайдерами на этом доме, и, соответственно, утвердить ваши условия, и все. Тогда следующий вопрос. Мы, как интернет-компания, мы можем выступать инициаторами проведения данного собрания, или это может сделать только собственник, сама управляющая компания, или вы сказали, что орган местного самоуправления. Хотел бы понять, кого вы подразумевали под этим термином. Это администрация или кто-то еще? Да, администрация. Сами мы не можем инициировать это собрание? Нет, может только управляющая компания, либо любой собственник из числа собственников этого многоквартирного дома, либо орган местного самоуправления, то бишь администрация. Спасибо. У меня еще есть один вопрос. Сейчас, на текущий момент, в рамках программы губернатора по ремонту подъездов предъявляется требование к операторам связи навести порядок со слаботочными сетями. Главный инженер выступал как раз. Мы знаем, что существует такая проблема. Вопрос в том, почему нельзя было в сметы заложить по ремонту подъездов. Я изучал этот сайт, ремонт подъездов РФ. Там три категории домов. И типовые сметы, что конкретно, какие работы проводятся по этим подъездам. Почему нельзя было заложить установку коробов пластиковых с тем, чтобы мы, как операторы связи, могли убрать свои линии связи, смонтированные эти короба на момент самого ремонта подъезда. Почему нельзя было это сделать? Ведь все знали об этих проблемах. О них уже известно на протяжении нескольких лет. Грубо говоря, управляющие компании от этого страдают. И жильцы тоже жалуются. Тем более, что в старом жилом фонде, я хочу сказать, что, например, если брать хрущевские дома, там вообще в принципе даже в некоторых типах домов не было предусмотрено внутренних стояков. И провода проложены воздушным образом, включая даже электричество, подведенное в эти дома. Вот, собственно, можете прокомментировать эту ситуацию? Да, конечно. Комментирую следующим образом. Скажем так, это оборудование плюс линии связи. Они принадлежат целиком и полностью вам. Вы их передали собственникам? Нет. А управляющие компании выполняют ремонт общего имущества, принадлежащего собственникам. Поэтому, собственно, здесь не может быть никакого расходования средств на устройство этих каналов. Потому что тогда это будет нецелевое использование средств при проведении ремонта. Поэтому вы должны здесь участвовать своими средствами и упорядочить ваши кабельные линии, которые принадлежат лично вам и никому другому, и прокладывать их так, как это надо, в соответствии с требуемыми рекомендациями Мингоса. Дело в том, что мы не отказываемся выбирать свои линии. И наводить порядок. Просто мы считаем, что управляющая компания должна создать определенную инфраструктуру для того, чтобы мы смогли их куда-либо убрать, если это изначально не было предусмотрено проектом самого дома. Мы правы в своих мыслях или мы не правы? Или мы должны за свой счет сами монтировать кабель-каналы, сами их убирать? И, соответственно, как решить вопрос взаимодействия с другими участниками этих линий связи? Потому что помимо интернет-линии связи есть и электрика, есть и телевидение, есть и телефония и куча других. Ну, скажем так, для электрики каналы предусмотрены, для ТВ и телефонной связи каналы были предусмотрены, и они реконструировались, если проводились капитальные ремонты домов. А вот, к сожалению, для интернет-каналов интернет-связи не были предусмотрены. Поэтому каждый интернет-провайдер здесь несет целиком и полностью и должен принимать участие. Вы можете все собраться вместе и провожать один дополнительный канал, в который вы можете убрать все сами. Решите, я тоже. Значит, многие коллеги меня знают из провайдеров. Значит, я главный инженер люберецкой управляющей компании «Лук». Значит, мы взаимодействуем по вопросу уже два года по совместной укладке сетей, значит, слаботочных, которые находятся у нас в местах общего пользования, то бишь подъезды, подвалы и, соответственно, крыши многоэтажных домов. Значит, инициативу проявляют немногие, к сожалению. То есть эти вопросы были подняты неоднократно по поводу совместного взаимодействия по укладке в единый короб в подъезде сетей там 9 и более, более операторов, в том числе и телевизионных сетей. То есть, к сожалению, активность в этих вопросах появляет 2-3 провайдера из тех, которые у нас находятся в городском округе. Вот как предложение, да, и коллеги меня тоже поддерживают, это надо выносить, то бишь, на каком-то государственном уровне, потому что везде это проблема. То есть провайдер не хочет брать на себя лишние затраты даже во время монтажа новых своих сетей, значит, по укладке кабель-канала. Первое – это время, все это прекрасно знают, да, время и стоимость наема рабочей силы, которая прокладывает тот или иной ресурс или услугу в, значит, обывателю. Поэтому здесь необходим какой-то контрольный надзор и со стороны управляющей компании, и, возможно, помощи государственной жилищной инспекции, там, или Минсвязи по соблюдению регламента, соблюдению технических условий. Спасибо. Еще можно добавить? Вот такая ситуация складывается у нас, по жилому фонду. Основные центральные провайдеры, которые участвуют, это, ну, Ростелеком, все мы знаем, Билайн. Вот можно наглядно показать вам, как вы располагаете свое оборудование в подъездах. Билайн протягивает свои слаботочные стояки, размещает там один провод. Приходит Ростелеком, прокладывает свои стояки и размещает там тоже один протяжной провод. Ни о каком взаимодействии внутреннем тоже речи не идет. А вы спрашиваете про управляющую компанию. А можно сейчас секундочку? Работает вот презентация. Можно там последний слайд открыть, вот как раз показать наглядно, как проходит их оборудование интернет-провайдеров в местах общего пользования, особенно на чердаках выглядит. Вот. А так вот прокомментирую, как это было решено. Вопрос в Москве, в одном из районов, органам местной власти управы района, где интернет-провайдеры точно так же, кроме двух-трех, не шли на контакт. Дело в следующем. Глава управы лично брал топор и шел, вырубал все вместе. И потом началась реакция. И поверьте, убралось очень много ненужных проводов. И все провожили как надо. Вот так вот вы прокладываете свои линии связи. И потом мы, как пауки, пытаемся там что-то пройти. Позвольте, от вопроса использования общих кабель-каналов я вернусь к вопросам договоров с управляющими компаниями. После известного указа губернатора, закрепившим норму присутствия не менее двух операторов на жилом фонде, управляющие компании, которые ранее отказывались с нами заключать договора, ссылаясь на отсутствие протоколов. Потом сами за нами бегали и заключали с нами договора, закрывая глаза на ранее, на ранешние проблемы. Так вот, и делали это часто, ссылаясь на пункт в собственном договоре, который позволяет им принимать решение об обслуживании общего имущества самостоятельно, без привлечения собрания жильцов. Я думаю, что это какая-то юридическая кузуистика, но это притягивали пункт за уши и заключали с нами договора. Так вот, я думаю, а не следует ли вашему ведомству внести инициативу в законодательные органы об изменении каких-то пунктов в жилищном кодексе, дабы развязать руки управляющим компаниям в плане принятия решений по заключению договоров с внешними поставщиками и управлению внешним имуществом? Было бы всем легче. Поверьте, эти руки уже давно развязаны и в большинстве многоквартирных домов, где проводятся собрания, один из вопросов есть возложение обязанностей по принятию использования общего имущества на плечи управляющей компании. Но самое главное избавить их от необходимости делать собрание жильцов, потому что в реальной жизни это нереально. В любом случае, прежде чем управляющая компания приступит к управлению, сначала должно состояться общее собрание. И, поверьте, сейчас в последнее время в повестке обязательно ставится этот вопрос. Прошу прощения, этот который? Именно что возложить обязанности по использованию имущества общего и отчету за его использование на управляющую компанию. То есть, если в договоре управляющей компании этот пункт закреплен, то... Это в протоколе общего собрания описывается. Да. То, в принципе, мы можем заключать договора на размещение без проведения общего собрания. В этом случае, если такой протокол есть, то тогда вы можете напрямую заключать с управляющей компанией. Потому что в этом случае та управляющая компания несет ответственность. Но до тех пор, пока она управляет домом. Как только меняется управляющая компания, соответственно, меняются условия договора. То есть, новая управляющая компания приходит и может вынудить меня провести собрание жильцов. Ну да. К сожалению, так. Вот это вот. Поэтому мы и говорим о том, чтобы вы провели общее собрание с собственником. У вас есть протокол, где вас уже собственники когда-то выбрали. Все. И не важно, сколько будет меняться управляющей компанией. Хоть месяц. Каждый месяц будет новая. Поэтому вы будете... Ведь сооружение связи это некий объект недвижимости, наверное, который не так просто взять, смотать в коробочку и унести. Поэтому мы и говорим, чтобы вы, как интернет-провайдер, были постоянно на этом доме и обслуживали этот дом. Проще провести общее собрание, чтобы вас собственники уже утвердили. и независимо сколько будет меняться управляющая компания, как они будут, какие вам условия будут предоставлять, отменить тот протокол никто не сможет. Потому что собственники вас уже выбрали. Один раз. Пока вас заново не проведут собрание собственники, не скажут, все, я больше управляющей компанией не хочу видеть здесь на доме. Я откажу. Тем не менее, все мы понимаем, что провайдеры на доме нужны, а страна это не только Москва и Люберцы. Это такие удаленные закоулки, где и одного ты иногда днем с огнем не сыщешь. Стоит ли делать сложности? Может быть, все-таки вообще избавиться от такого пункта, как собрание жильцов в плане размещения таких сетей? Это вообще реально такое изменение провести? Нет? Нет. Я понял, спасибо. Либо вам передавать ваше оборудование в общее имущество собственников. И тогда это будет у них на балансе, и тогда они это уже будут управлять управляющей компанией. Можно? Да. Добрый день. Специалист ЛГЖТ по работе с операторами связи. У меня вопрос такой обратно к капитальному ремонту подъездов. Как бы вы нам говорите, что управляющая компания должна привлечь на дом более двух-трех провайдеров. А сети все равно разместить мы не можем там нормально. Законы про то, что вы сказали, и способы крепления данного оборудования, они не работают. Потому что промаркировать каждый кабель в подъезде не считается возможным. Его разместить негде. Не то, что дело промаркировать. Соответственно, собрать в один короб мы всех провайдеров, находящихся на доме, тоже не можем. И вот тут у нас тупик. Как дальше быть? мы не берем остальные там сети, связи, их еще хватает, мы уже говорили о них, телевизионные кабеля, антенны спутниковые и так далее, домофоны тоже туда входят. И у нас нет средств на уборку их. Ну, как бы обустроить эти места, скажем так. То есть, банальные стояки даже сделать. Средств у нас на это нет. Как нам быть? Жалобы сейчас идут. Много жалоб идет такого характера. Потому что, объясню, идет ремонт подъездов, жители его давно ждали. И когда произошел этот ремонт, на фоне этих красивых стен вот это все висит, но это практически как будто его там и не было, можно сказать. Очень много вопросов задают. И вот мы пытаемся, чтобы нам кто-то, может быть, помог, дальше. Как вот эти вот ситуации нам разруливают? Потому что мы в тупиках. Ну, я здесь тоже вам не подскажу никак, как выйти из этого тупика. Единственный может быть вариант это проводить общее собрание с собственниками и принять решение все-таки как их возможно может устройство дополнительного какого-то канала, куда это укладывать наружным способом. Я понимаю, что это некрасиво тоже, это портит, но, к сожалению, я понимаю, что не хватает места. Ну, и зачастую не хватает места даже в большинстве, это из-за того, что вот собственники меняют интернет-провайдеров и старые линии связи, они точно так же остаются ненужными и бесхозными и занимают то же самое место. операторы уже давно переподключаются на тот же кабель, вот есть кабель, квартира заходит, они переподключились на него, потому что протянуть зачастую уже невозможно. Все, что есть забито, все, что было в старых домах забито. Немногие компании, например, из 8-9 компаний, находящихся у нас на нашем фонде, имеют возможность построить свои слаботочные стояки. это дорогое дело, как бы, и не каждый может. И то, это опять горизонталь, вертикаль, а горизонталь никто вообще делать не собирается. Ну, горизонталь у нас, как в большинстве домов, это 4 квартиры на этаже, в принципе, я не думаю, что и в каждую квартиру не идет более одного кабеля. Ну, в большинстве случаев есть исключение, что более это. И это, я думаю, что все можно убрать спокойно в один кабель канал для каждой квартиры горизонтально. Но это совместно, на должны, раз их там 9 интернет-провайдеров, ну, можно совместно. Никогда они не соберутся, мы собирали собрание. Каждый провайдер вот хочет для себя определенный короб либо стояк, он не хочет его делить со всеми. Это обслуживание сразу нарушается у них в качестве подачи услуги, связи, потому что если туда в этот кабельный канал, будут лезть все, соответственно, когда залазит туда человек, у кого-то нарушается связь, и это постоянно будут проблемы с обслуживанием подговора. Ну, почему-то в домах на востройках они спокойно лезут слаботочные, все спускаются и все тянут по одному каналу. Ну, на стройках просто предусмотрено там место в этих домах. одно, он один канал, и они как идут все шлейфом в один канал засовывая туда, где идет и мост телеком, и рост телеком, и... Речь просто про старые дома, про новые это все понятно. Ну, а точно так же сделать отдельный... А кто сделать людей никогда на учебном собрании не собрать и не убедить их в том, что они еще должны потратить деньги? Это же за счет их будет, и плюс там интернет-провайдер может быть какой-нибудь выделит деньги. Ну, это в основном, но мы говорим о домах, которые пятиэтажки, где в подъезде всего лишь порядка 10-12 квартир. Ну, я не думаю, что это такие большие затраты. Ну, это может быть можно свои три копейки тоже нести? У нас есть еще законные вещи, да, закон о связи говорит о том, что за формирование и ответственность за эксплуатацию и сохранение абонентской линии, о которой сейчас идет речь, лежит на абоненте. Абонент потенциальный это жители этого многоэтажного дома. И почему перекладывается вся ответственность на интернет-провайдера или на другого оператора, мне немножко непонятно, допустим. Если это собственность абонента, а отвечать за нее интернет-линии, вы хотите обязательно интернет-провайдера или оператора привести все в соответствии. Почему вот ранее задавался вопрос, это не ведомство управляющих компаний? На каком основании? У меня точка разграничения ответственности это порт коммутатора. После порта коммутатора лежит абонентская линия, ответственность за которую несет абонент. Абонент это человек, который проживает в этом подъезде, в этой квартире. Если он хочет свою абонентскую линию убрать в короб, пусть купит и положит. Если хочет, чтобы управляющая компания, которую он нанял за себя внести порядок, пусть делает управляющая компания. Почему оператор должен это делать? Ответьте мне на этот вопрос. Пожалуйста, да, я здесь с вами соглашусь, что это должен собственник, значит, и укажите, потому что управляющая компания в этом случае, который именно вы говорите о горизонтали. Я говорю, да, именно о том, о чем сейчас и представители управляющих компаний, я думаю, это не речь про стояки идет абсолютно, а речь идет именно про те горизонтали, которые мы говорим. И то, что вы сейчас показывали на снимках, это в основном это горизонтали. Ну, а кто вот это вот, скажем так, на снимках сделал, это же не управляющий и не собственник, да? Я скажу так, что большинство сейчас интернет-провайдеров, да, говорят, а вот как вам провожить линию связи и разговаривать об этом собственнике. Идите и согласуйте это сначала с управляющей компанией. Это делается сейчас в Москве. Мы говорим сейчас о старом живом фонде, в котором не было предусмотрено ничего, да, предоставление этих связей. Абсолютно правильно. Время идет, в старых домах появляются новые и в том числе услуги связи, да, и оптика заводится в старые дома. Удивительно, но телевидение тоже появилось. Ну, давайте вот посмотрим, как заводит Ростелеком и как заводите вы. Заводят ваши подчиненные, ваши работники, которые приходят, у вас есть цель получить собственника, который будет пользоваться вашими услугами, чтобы вам потом получить это. А как вы дальше до него, до собственника доведете эту линию? Не сам же собственник эту линию провел, да, который вы ему говорите, что это теперь его? Оператор связи имеет право оказывать услуги либо на собственных, либо на арендованных линиях связи. В данном случае я говорю о чем? Если старый жилой фонд, управляющая компания обеспечит новыми качественными линиями связи и будет сдавать их операторам в аренду, то есть определить место на чердаке, в подвале, куда могут зайти сто провайдеров, поставить свое оборудование и разбирать оттуда уже до абонента кабели в аренду, беря их у управляющей компании. Вот это способ, который решит проблему этих соплей. на домах. Это, к сожалению, это не проблема управляющей компании, это решение только собственников, это их имущество. И вот если они решат, что вот именно так нужно сделать, и они могут нанять не для этого управляющих. Собственники жалуются в управляющую компанию, что висят сопли. Управляющая компания говорит, что не знает как быть. То решение, которое я сейчас предлагаю, не устраивает никого, и опять собственники должны определить, принимать это решение или нет? Здесь должны быть совместные, я думаю, работы, совместно с интернет-провайдерами, совместно с управляющими, совместно с собственниками собираться. Сейчас есть во всех домах созданы председатели Совета многоквартирных домов, где является он ответственным от всех, лицом ответственным от всех собственников, которые представляют их интересы. Это всего лишь один человек. Я прошу прощения, но давайте такую аналогию проведем. В каждой квартире есть электричество. Да. И в каждую квартиру заходит электрический кабель. Хоть один собственник согласовывал или, может быть, претензии какие-то предъявлял к тому, как в его квартиру заходит электрический кабель. Это было сделано один раз и централизовано. Правда? Разводку в квартире собственник делает сам. Но до щитка, до электросчетчика доведен кабель, о котором он знать не знает, как он идет, где он идет, он знает только, что он у него работает. Примерно такую же ситуацию можно сделать и сейчас. Вот о чем я говорю, что есть централизованный подход, который управляющая компания может реализовать. В рамках проведения ремонта проложить один стояк и, как вы правильно сказали, четыре горизонтальных кабеля завести в каждую квартиру. Определить место, где оборудование будет размещено и запускать туда операторов пачками. Вот и все. А сдавать эти провода в аренду оператору связи, пусть он их тестирует, скажет, плохой кабель, этот брать не буду, переложите мне его. Но этим будет заниматься управляющая компания. Все будет чинно, благородно, красиво. Еще раз повторю, и это не обязанность управляющей компании содержать то имущество, которое передал ему собственник. Решение о том, что вы предлагаете, принять, проложить, кабель, каналы в доме, чтобы это сделала управляющая компания, могут только собственники. Поэтому я говорю, что здесь нужна коллективная работа, как интернет провайдеров, как управляющей компанией, так и из числа общественности есть председатель Совета многоквартирного дома. Это один человек, и если я не думаю, что будет кто-то против, когда можно, я думаю, что и администрации даже этого округа пойдет навстречу, организует проведение такого же семинара с собственниками, и они проходят, где будут также предложены условия, как решить этот проблем в старом живом фонде с прокладками, чтобы решить тот самый вопрос, чтобы не было этого безобразия. Еще один маленький вопрос. В соответствии с строительными нормами и правилами допускается прокладка слаботочных кабелей по стенам здания и сооружений открытым способом на высоте менее 2 метров 20 сантиметров. У меня кабели проложены в соответствии с этими строительными нормами и правилами. Правилами заберкованы, ужготованы, увязаны, ровно, перпендикулярно, параллельно, претензий к прокладке никто не имеет. Приезжает жилой инспекции и говорит, необходимо убрать все кабели в короба. Есть ли основания для того, чтобы убирать эти кабели в короба? Если есть, то скажите, какое? Вы о каких именно? Слаботочные. Нет, тот, который идет до коммутатора вашего? До квартиры. Подождите, вы говорили сейчас об условиях, которые, это перокладки воздушным путем линий связи, правильно? Слаботочных линий по зданиям и сооружениям, в том числе по жилому фонду? Ну, на этот вопрос я вам не отвечу точно сейчас. То есть, оснований для того, что требуется меня закрыть коробом, нет? Должны, нет, подождите, разъяснение Мингоса есть, которым, что все кабель, все своботочные сети должны быть вложены в канавы. Тогда он должен отменить предыдущий. А у нас пока преемственность Советский Союз никуда не делся, а Россия приняла все обязательства на него. Ну, значит, посмотрим этот СНИП, может быть, он уже отменен? Я говорю то, что действует, а не то, что отменено. Ну, посмотрим. Коллеги, эту тему предлагаю закончить. Дмитрий Петрович, спасибо. Следующая тема это эволюция методов фильтрации программно-аппаратное решение экофильтра. Представитель разработчика Алексей Болдин выступит. Добрый день, коллеги. Презентация меня зовут Доболдин Алексей, я работаю в разработчике операторских решений, российском разработчике, но изначально, да, мы тоже вышли из оператора связи Экотелеком, думаю, вам тоже некоторым известен, мы работаем в Люберцах, Красной Горке, в Некрасовке. Можно следующий слайм? Собственно, да, на слайде показано, что мы вышли из Экотелекома, все оборудование, то, что разрабатываем, мы тестируем непосредственно в своем операторе, оно проходит тестирование, только после этого идет на рынок. Что еще можно сказать, то, что на 15% компания РДПРУ сейчас принадлежит Ростелекому, он вошел в состав акционеров через свой фонд Комет Кэпитал, все оборудование получило статус российского происхождения в Минпромторге, а софт, он внесен в реестр Минкомсвязи, отечественный софт. Следующий. Мы разрабатываем не только систему фильтрации, у нас полный перечень оборудован для операторов связи, шкополосного доступа от браса до роутера. Дальше. Ну, непосредственно к теме это эволюция методов фильтрации. На слайде представлены, грубо говоря, так кратко, как от самого примитивного до самого продвинутого. То есть, самое примитивное это блокирование сайтов по списку Роскомнадзора по IP-адресам, которые реализуются на маршрутизаторах, и black hole DNS. Это когда оператор в своем DNS прописывает, что такие-то, такие-то сайты резолвятся на IP-шник заглушки. Ну, тоже примитивный метод, его обойти очень просто, но об этом далее. Следующий, ну ладно, да, ну здесь более конкретно по каждому из примитивных методов фильтрации, то есть первая ступень это фильтрация по IP-адресам, да, самый главный его недочет, то, что блокируя по IP-адресам, блокируется все, что находится на этом IP-адресе. Если на этом IP размещено несколько ресурсов, то при таком методе блокировки блокируются все. Ну, black hole DNS, да, он тоже легко обходится, можно зайти по IP, можно приписать другой DNS какой-нибудь, вот Google кэш, который вот недавно всем, наверное, письма разослали, сейчас планируется запретить, но DNS-ов много и обойти этот способ очень легко. Также фильтрация по IP-адресам уязвима для атак, которые были в конце мая-начало-июня, когда запрещенный ресурс внес в свой DNS записи о том, что его сайт, как здесь показано, нельзя, RF, размещен на IP-шниках популярных ресурсов, там, Кремлин, ВКонтакте, социальных сетей. Те операторы, которые использовали фильтрацию по IP-адресам, заблокировали все эти популярные ресурсы, и у абонентов возникли проблемы с доступом к ним. Следующие методы фильтрации, это уже с использованием глубокого анализа трафика, так называемого DPI, но при этом, чтобы снизить нагрузку на такие фильтрующие элементы, с использованием предфильтров. Мы выделили три варианта предфильтров. Это предфильтры по IP, по исходящему трафику, предфильтры по всем, по портам определенным, обычно это 4.43, 80-й, ну или какие там указаны еще в реестре, вносятся. Ну и последний предфильтр, это более продвинутый, там с гибкой настройкой по входящему и исходящему трафику. Минусы, ну то есть первая фильтрация, предфильтрация по IP и только по исходящему трафику, она обладает теми же минусами, что и в принципе фильтрация по IP, так как она использует резолвинг списка Роскомнадзора, то есть запрашивает IP-адреса запрещенных ресурсов. Так как она только на исходящем трафике, она не сможет квалифицированно фильтровать HTTPS-запросы. У второго предфильтра тоже есть такой минус, тоже потому, что он по исходящему трафику, HTTPS-запросы качественно отфильтровать он не сможет. Последний предфильтр, да, он продвинутый, в принципе он очень хороший, но при таком предфильтре трафик на фильтрующую систему особо сильно не снижается. Также если в реестр внесется какой-нибудь новый порт или новый стандарт, то такой предфильтр надо будет вручную донастраивать, ну и очень за ним следить, постоянно его донастраивать и делать более гибким. Так, следующий сайт. ну и также можно сказать, что вот для тех предфильтров, которые были первые, которые предфильтр по IP, они также уязвимы для так называемой DNS-атаки 2. Эта атака еще не применялась, но она возможна до тех пор, пока используют предфильтры по IP или даже фильтрации по IP-адресам тоже уязвима. Что это за атака? это когда вместо IP-шников популярных ресурсов запрещенный ресурс впишет много тысяч IP-адресов. Таким образом, когда маршрутизатор, на котором обычно реализован такой предфильтр, резолвит эти IP-шники, он забьет свой ACL лист доступа и просто выйдет из строя. Память его забьется и может упасть вся сеть, так как обычно все это реализовано на бордерах, и абонент пропадет просто интернет. Следующий сайт. Ну и как бы самые продвинутые методы фильтрации это использование DPI на весь трафик. Стоит отметить, что недостаточно просто иметь DPI, надо еще уметь им хорошо пользоваться. Нужно анализировать. Извините, пожалуйста, можно я на минуточку перебью? Я вот рекомендую все-таки не уходить, потому что у нас перейти тема по персональным данным, которая для вас совершенно новая, и она вам, поверьте, необходима. Вы просто об этом еще пока не знаете. Да, то есть анализировать трафик, ловить входящие, исходящие запросы HTTPS для их блокировки не по IP, а по доменам, анализировать обходы блокировок, об этом сейчас. Дальше. Вот сравнительная таблица всех методов фильтрации. Надо отметить, что такие методы фильтрации попадают под рекомендации Роскомнадзора. То есть здесь нет IP, фильтрации по IP, так как Роскомнадзор не рекомендует такой метод, но на таблице представлены фильтрации, которые могут пройти по рекомендациям. Соответственно, такая сравнительная таблица по горизонтали. Это блокировка по IP в реестре, по HTTP, hostname, HTTP, hostname, pad, звездочка, домен, HTTPS по сне, HTTPS по сертификату, то есть по входящему трафику по портам, CDN, IP, и новые протоколы, возможно, блокировать по новым протоколам, которые сейчас постоянно появляются. Следующий сайт. Таким решением, которое может все фильтровать, уделяется много внимания обходам блокировок, грамотно используются все возможности DPI-систем. Это экофильтр, разработан компанией RDP. RU. Следующий. Соответственно, мы уделяем большое внимание различным обходам. Это разбитые запросы, фрагментированные заголовков, то есть это когда, допустим, установление соединения идет не в одном пакете, а разбивается на два. Соответственно, наша система может эти пакеты совмещать и квалифицированно блокировать различные другие обходы, которые возможны, с которыми мы боремся. Дальше. Также плюс, что на одной и той же платформе высокопроизводительной до 106 гигов гигабит в секунду можно реализовать дополнительный сервис, такие как Brass и Nat. Все это тоже оттестировано и рекомендовано. Ну, так у нас это было реализовано в Eko Telecom, соответственно, можно использовать эту платформу для удержания клиентов, настраивать гибкие тарифы, на определенные ресурсы делать неограниченный трафик, то есть различно настраивать трафик абонентов. Дальше. Собственно, можно дальше. Большой плюс, мы можем продавать оборудование в аренду, даже не в аренду, это так называемый лизинг, то есть платите 3 года по арендной ставке и через 3 года оборудование продается вам, переходит к вам. Также сейчас мы проходим, стоит отметить, тестирование в Роскомнадзоре, успешно проходим и одно из условий тестирования, и что в Роскомнадзоре делал на тестирование, это было брать на себя ответственность. Соответственно, да, у нас есть такие договора с клиентами, где мы берем ответственность за пропуски, который будет допущен, если выполнят все условия и требования наших разработчиков по установке нашего оборудования. Ну, и как бы самый такой следующий шаг уже, это тоже у нас разработан уже полноценный DPI, который определяет до 2000 сигнатур различных приложений, то есть можно выявлять там любой трафик, подсвечивать и как-то его перенаправлять. Ну, можно до конца тогда уже. Дальше, дальше. Ну, это как бы тоже наше решение, думаю, здесь оно уже не особо относится. Ну, так реализовано весь узел оператора может совместить до трех устройств. Ну, опять же, наши плюсы. Все, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, с радостью отвечу. А вот вы говорили про ответственность, которую вы заключаете, вот уже, а какого рода ответственности будете внести? Ну, покрываем штраф. Ну, то есть, если как бы будут пропуски, мы смело идем к вам, говорим, вот там нам. Ну, как, да, сейчас, да, мы проверим, что это действительно из-за нас, по нашей вине произошло, да, и идете к нам, и мы оплачиваем. Ну, переселяем вам деньги по договору. Мы разговаривали с вами по телефону, я интересовался вашим продуктом, вот, и даже в почте есть коммерческое предложение. Вот я тоже задал вопрос по поводу ответственности, вот, такого ответа, вот, покрываем штраф, я не получил. Ну, когда это было? Ну, где-то с месяц, наверное, назад. Вот как вот в суд мы проиграли, так я вам позвонил. А, нет, ну, вот мы сейчас как раз для тестирования в Роскомнадзоре, это как раз, ну, где-то в течение, да, последнего месяца. Это важный аргумент, на самом деле. Пришли к такому решению, да, что вот теперь берем. Ну, обратитесь, можете позвонить мне, взять визитку, как бы я все организую. Спасибо. А у вас презентация где-то доступна? Ну, я думаю, она будет доступна. Ну, на сайте, на вашем, да? Ну, на сайте вся информация, конечно, у нас есть. Спасибо. Коллеги, действительно, сейчас у нас разные компании в Роскомнадзоре проходят тестирование, у нас, как бы, благодарим тех операторов, которые принимают в этом участие. Это поможет, я думаю, что в будущем выбрать вам оптимальную систему фильтрации, и те компании, которые вот изъявили желание проходить такое тестирование, они как раз берут на себя такую ответственность, если Роскомнадзор потом будет в случае неблокирования протокол какой-то составлять в отношении оператора, то, как бы, вот, как сказал представитель экофильтра, они покрывают эти штрафы, берут эту ответственность на себя. Компания, это не одна проходит тестирование, я думаю, что после этих тестирований Роскомнадзор на своем сайте уже опубликует рекомендации, кто действительно по фильтрации у нас прошел. Извините, пожалуйста, мы правильно понимаем, что будет сформирован некий пул компаний, которые будут, образно говоря, сертифицированы Роскомнадзором на вот фильтрацию данного трафика и выбор оператором этой компании будет означать, что при каком-то инциденте Роскомнадзор будет уже, образно говоря, или общаться с этой компанией, или вот там в случае как-то… Ответственность лежит на операторе. Нет, ну понятно, я имею в виду, что… Общаться мы будем с оператором, а вы уже, заключая договор с этими компаниями, будете сами, в зависимости от того, какой договор у вас будет заключен с ними. Будут они вам возвращать деньги, не будут они вам возвращать деньги, все зависит от договора. Нет, ну а вот сертифицируем, ну как бы, образно говоря, вы сейчас… Но мы не сертифицируем, мы просто даем рекомендации. Ну, в смысле, не мы, а Роскомнадзор будет давать рекомендации после того, как… Ну а какие-то преференции по вот этой рекомендации будут, ну то есть, образно, мы выбираем, и какое вот, ну вот в чем плюс в данном случае вот данная вот рекомендация будет. Что те разработчики пообещали брать на себя ответственность. Да. Ну понятно, спасибо. Коллега, вопросик еще технический. А вы HTTPS сессии собираете? Пакетики? Ну, да. То есть, если в первом пакете хост не попал, но в втором он есть? Да, мы ждем до определения. То есть, оборудование следит до полного установления сессии. Ну то есть, да, фрагментированные заголовки такое может быть, когда они разбиваются по частям и приходят не в первом пакете, не во втором, там до восьмого следим, отлавливаем и блокируем. Понятно, спасибо. Спасибо, коллеги. Коллеги, да, спасибо. Следующий наш доклад «Соблюдение законодательства Российской Федерации в области соблюдения персональных данных». Выступает заместитель руководителя управления Роскомнадзора по ЦФО города Ольга Александровна. Добрый день, уважаемые участники семинара. Пока еще не все разбежались, я воспользуюсь правом выступить перед собравшейся аудиторией. Будьте добры, покажите следующий слайд, потому что все в порядке. Ну, операторы связи уже давно и надолго связаны с нашим ведомством, но, к сожалению, вынуждены признать, что наша полномочия сфера обработки персональных данных пока еще для операторов связи являются второстепенной функцией и второстепенной обязанностью. Поэтому мое выступление на таких семинарах, которые собирается, скажем, целевая аудитория, они направлены на одну из важных обязанностей, которая закреплена законом о персональных данных, это уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о обработке персональных данных. Ну, это вот такая тематика, о которой сегодня пойдет речь. Ну, на данном слайде вы видите те функции управления, которые закреплены за нами в сфере обработки персональных данных. То есть мы осуществляем контрольно-отзорную деятельность, мы являемся по закону уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и в этих полномочиях в том числе включены полномочия по рассмотрению обращений граждан. Ну, и хотелось бы сказать, что обращение граждан очень часто служит источником информации об обработке персональных данных, которую мы без проведения проверки осуществить не можем. Ну, и мы ведем реестр операторов персональных данных. Это вот все эти три функции и полномочия заложены в нашем законе 152 ФСЗ об обработке персональных данных. Следующий слайд нам поможет сориентироваться в понятийном аппарате закона. И я скажу о некоторых заблуждениях, которые возникают у операторов в связи с введением вот этих понятий. Ну, первое, что такое персональные данные? Фактически цитаты из закона сейчас представлены на слайде, но хотелось бы вот сообщить следующее. То есть иногда в понимании операторов складывается представление, что вот если мы не идентифицируем субъекта, то есть запрашиваем какие-то сведения о нем, но не идентифицируем достоверность этих сведений, не перепроверяем, то вот мы и не рассматриваем это как персональные данные. Но хотелось бы сказать, что это ошибочное заблуждение, ошибочное представление, заблуждение и в общем-то персональными данными считается любая информация, относящаяся к физическому лицу. Кто такой оператор персональных данных, также определено в этом законе. Цитаты из закона представлены на слайде, ну и краткий вывод о том, что если изучить требования 152-го федерального закона и 126-го федерального закона, которым вы все руководствуетесь, то приходим к выводу, что операторы связи без сомнения являются операторами персональных данных. Заблуждение, которое связано с понятийным аппаратом, вот в данном случае часто связано с тем, что операторы персональных данных говорят о том, что мы не являемся оператором персональных данных, поскольку не подали уведомления об обработке персональных данных по определенным причинам, вот до этого момента мы не рассматриваемся как операторы персональных данных. Это некоторое заблуждение, чуть дальше я тоже его попробую развенчать, поскольку в данном случае из определения следует, что оператором является тот, кто фактически осуществляет либо определяет условия обработки персональных данных, ну и как раньше уже сказала, что все-таки операторы связи в данном случае однозначно являются и операторами персональных данных. На следующем слайде представлена статья с федерального закона, которую я так ненавязчиво подводила вас, это обязанность операторов персональных данных уведомить уполномоченный орган об обработке персональных данных. Что связано с исполнением этой обязанности? Есть в этой норме заложенные исключения, при которых оператор персональных данных, сохраняя статус оператора персональных данных, может и правомерно осуществлять обработку персональных данных без уведомления. И вот на следующем слайде представлены все эти перечни из закона, которые действительно дают оператору право осуществлять обработку персональных данных без уведомления. И вот здесь мы сталкиваемся с одним таким очередным заблуждением, когда оператор анализирует этот перечень, видит буквально в первой строчке информацию о том, что обработка персональных данных, осуществляемая в целях исполнения трудового законодательства, является исключением, которое как раз и дает право организации продолжить обработку персональных данных, при этом не уведомлять полномоченный орган. Но хотелось бы отметить, что оператор будет в полной мере соответствовать, вернее, получает право осуществлять обработку персональных данных без уведомлений, только в том случае, если абсолютно вся деятельность, связанная с обработкой персональных данных, по всем направлениям, будет подпадать под одно из этих исключений. Ну, если мы говорим об операторах связи, то чаще всего отбиваются какими положениями, вот пункт первый, это обработка персональных данных сотрудников в рамках трудового законодательства, ну и обработка персональных данных абонентов, которые, казалось бы, впрямую завязаны на заключении договора. Но хотелось бы отметить, что, во-первых, в данном случае заключение договора предполагается только с субъектом персональных данных. То есть, если говорить о применении к закону о связи, когда, например, организация приобретает абонентские номера для своих пользователей и впоследствии по закону 126 обязана передать информацию непосредственно о пользователях как о субъекте персональных данных, то, ну вот, на наш взгляд, данные правоотношения никак не могут подпадать под исключение части 2 статьи 22, которую вы видите на экране. Ну и чуть дальше на слайдах представлены типовые случаи обработки персональных данных, которые, ну, по мнению надзорного органа, никоим образом не освобождают организацию от обязанности уведомить полномоченный орган об обработке персональных данных. То есть, если, ну, посмотрите каждый из перечень этих пунктов и проанализируете деятельность конкретного вашего оператора, то я думаю, что найдете ряд случаев, которые действительно применяются в организации, ну и поверьте, что данные случаи действительно не дают вам оснований продолжить обработку персональных данных без уведомлений у полномоченного органа. Вот на текущем слайде представлены, скажем, типовые случаи, которые чаще всего встречаются в любой деятельности, в деятельности любой организации. А следующий слайд, если мы посмотрим, здесь выведены на экран типовые случаи с привязкой к 126 ФСЗ. Ну, я, наверное, не буду останавливаться на перечисление этих пунктов. В общем-то, понятно, дело в том, что даже при наличии договора у вас по закону есть ряд обязанностей, когда вы вне зависимости от наличия согласия субъекта персональных данных либо пользователя услугами обязаны передавать третьим лицам информацию. и вот сама конструкция 126 Федерального закона указывает о том, что операторы связи не могут считать себя операторами персональных данных, которые могут не уведомлять полномоченный орган об обработке персональных данных. Ну, вот следующий слайд, это, скажем так, визуализация того посыла, который был озвучен мною, что оператор связи не попадает под исключение, соответственно, обязан уведомить, и вот в уведомлении, которое вы формируете, вы должны описать обработку персональных данных по всем направлениям, то есть даже если, например, трудовое законодательство является исключением из 22 статьи, в любом случае, если вы формируете уведомление об обработке персональных данных этой категории субъектов, вы все равно включаете в сведения об уведомлении. Вот такая символическая вороночка, где вы видите несколько шаров, которые, с одной стороны, являются исключением, но с другой стороны, в уведомлении эта информация тоже подлежит отражение. На следующем слайде опять же вы видите результивную часть того посыла, который я сейчас озвучила. Ну и собственно, уже практически подводя итоги, хотелось бы с некоторым удивлением сообщить следующее. Значит, насколько мне известно, операторское сообщество связной достаточно тесно общается. Есть различные конференции, и мы, в общем-то, на себе на практике достаточно часто слышим, что вот коллеги нам рассказали, а мы вот там не были пояснительно. И вот, честно говоря, наверное, это уже четвертое выступление перед аудиторией связной. И я ожидала, что мне придется менять тематику, направленность выступления, но когда мы начали проводить анализ приглашенных сегодня организаций на данный семинар, выяснилось, что, будьте добры, следующий слайд, что только 15% от присутствующих организаций на самом деле на сегодняшний момент подали уведомления. То есть вот остальные, я не очень понимаю, почему придерживаются, то есть уже и выступления были, и, значит, консультации мы оказываем, и презентации выкладывали на сайте, но тем не менее тенденция сохраняется. Я настоятельно вам рекомендую, сегодня мы вот такие ненавязчивые запросы информационные вам раздали в начале мероприятия, не игнорируйте, потому что, ну, буду дальше говорить, вообще говоря, эта информация носит публичный характер, то есть те репутационные, будем говорить, даже риски, если вас не очень пугает там действие надзорного органа, то поверьте, что те услуги, которые вы предоставляете гражданам, вернее, те граждане, которые получают ваши услуги, они являются, на самом деле, достаточно просвещенными людьми. И вот я уже говорила о том, что рассматривая обращение граждан, ну, буквально сталкиваемся с тем, что вот я пришел в организацию, они запросили у меня паспортные данные, а я посмотрел их в реестре, нет. Это что значит? Вот, поэтому это даже не просто какое-то абстрактное требование с законом, это ваш имидж, ваш стиль работы, не понимаю, зачем отсиживаться в засаде. Ну, вот на следующем слайде представлены организации, которые в настоящий момент действительно выполнили требования, только три организации из присутствующих выполнили в полном объеме, остальные, вот во втором списке организаций, они тоже, в принципе, молодцы, поскольку они уведомили уполномоченный орган, но нет важной составляющей в их информации. Были внесены законные изменения, в 15-м году вступили в силу изменений, и теперь уведомления требуют также предоставления информации о местах расположения базы персональных данных. То есть есть обязанность локализовать базы данных на территорию Российской Федерации, и, соответственно, о месте нахождения этих баз данных вы должны уведомить Роскомнадзор. Так вот, операторы второго списка, они как раз уведомления представили, но не уточнили, не представили информацию о местах расположения баз персональных данных. Ну и вот на следующем слайде еще раз клик сделайте, пожалуйста. Вы видите, что вот я говорила общедоступный ресурс реестр операторов персональных данных. Еще раз сделайте перелистывание. Вот сайт портал персональных данных. Под лупой вы видите адрес сайта. Я говорила о гражданах продвинутых, которые смотрят и анализируют информацию реестра. Вот они делают это с помощью вот этого ресурса. По закону по нашему информация реестра является общедоступной. На портале персональных данных выложен список. Значит интересующийся гражданин, ну и вы как добросовестные исполнители требований закона можете войти, пробить ИН организацию и увидеть есть организация в реестре, нет организации в реестре, какие заявлены сведения об обработке персональных данных, каких категорий субъектов персональных данных. Все там вполне доступно для анализа и ознакомления. В свою очередь для упрощения процедуры Роскомнадзор разработал электронные формы для подачи уведомлений. Достоятельно рекомендую пользоваться именно ими, поскольку, во-первых, они содержат интерактивные подсказки, то есть заполняя определенное поле вы получаете подсказку, что нужно указать в конкретном поле. Во-вторых, это минимизирует процедуры возврата уведомлений за неполноту предоставленных сведений, потому что есть некоторые защитные фильтры, которые не позволяют продвинуться дальше до тех пор, пока не внесены определенные сведения. Вот эти формы также есть и на сайте Роскомнадзора, и на сайте нашего территориального органа, и на том портале персональных данных, о котором я уже говорила, адрес, который был вам перед этим указом. Поэтому после заполнения вот этой формы вы можете, значит, вернее, должны будете распечатать эту форму, в форме присваивается ключ, по которому вы можете отслеживать статус прохождения вашего заявления, и распечатанную форму на бумажном носителе, подписанном надлежащим должностным лицом, руководителем организации, вы направляете в Роскомнадзор. То есть электронная форма заполнена, но печатается на бумажном носителе. Этого не нужно делать, если вы заполняете это уведомление через единый портал госуслуг, если ваша организация там соответствующим образом зарегистрирована, поскольку в данном случае она считается уже подписан электронно-цифровой подписью. Роскомнадзор в лице ЦФО проводит еженедельные консультации. Милости просим во вторник в 15.00 без опоздания. Час длится консультации, бывают случаи, когда люди задерживаются, но это немножко усложняет процедуру консультирования. Поэтому можете предварительно записаться, можете без предварительной записи подходить. Предварительная запись всегда позволяет ориентироваться на количество людей, которые придут и подобрать необходимую аудиторию. Поэтому это желательно, но необязательно. То есть можете просто приходить по вторникам в 15.00 с документом достоверяющим лично, поскольку пропускной режим организован в управлении. Ну и поскольку мы сегодня говорим все-таки о некоторой публичности с точки зрения закона АПД, хотелось бы обратить внимание еще на одно обязательное требование. Это опубликование документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных. Вот эта политика должна быть буквально у всех. То есть даже если вы по какой-то причине все-таки полагаете, что вы не обязаны уведомлять уполномоченный орган, вот еще раз пересмотрели эти 11 пунктов исключений и нашли по каждому пункту правовые основания для обработки без уведомления, то вот это требование по разработке политики, определяющая политику оператора немножко рано будет перелеснуть, вернитесь пожалуйста обратно. Политику об обработке персональных данных, вот есть указание на норму федерального закона, который обязывает вас это сделать. Значит, требования какие? если у вас есть электронный сайт, сайт сети интернет, и вы посредством этого сайта осуществляете сбор персональных данных, что имеется в виду под сбором? Ну, предположим, там у вас есть регистрация в личном кабинете, где через интернет оператор, вернее, субъект персональных данных может нести свои данные и получить доступ к определенным ресурсам. Это вот один из видов сбора персональных данных посредством сети интернет. Если у вас эти формы есть, то у вас однозначно возникает обязанность опубликовать на этом же сайте документ, определяющий политику. Отсутствие данного документа на сайте вообще, я говоря, является административным правонарушением. С 1 июля внесены изменения в КАП в 13.11 и прямое нарушение заложено в часть 3 статьи 13.11 часть 7 статьи 13.11 Поэтому тоже обратите внимание на это. Сейчас Роскомнадзором на портале персональных данных размещен документ, который называется рекомендации по разработке политики. То есть ранее не было никаких рекомендаций по причине того, что вообще говоря, в законе в нашем прописано, что оператор самостоятельно определяет мир, необходимый и достаточный для реализации требований законодательства. Поэтому регулятор не мог каким-то образом давать установки о том, как все-таки вам разработать эту политику. Но при Роскомнадзоре был создан молодежная палата и силами молодежной палаты как бы в отклик на потребность операторов были все-таки созданы эти рекомендации. Роскомнадзор их одобрил и по результатам проведенного анализа после одобрения разместил их на том самом портале персональных данных. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, если кому-то что-то непонятно. В принципе, этот документ хоть и рамочный, но он помогает сориентироваться, что же все-таки такое категория персональных данных, что является целью обработки персональных данных. Потому что для нас это, кажется, очевидные вещи, которые прямо вытекают из положения закона. А у операторов, честно говоря, бывают вопросы по этому поводу. Поэтому пользуйтесь вот этими рекомендациями и составляйте свои документы, которые определяют политику. Ну и вот следующий слайд, который вы сейчас видите, это одна из инициатив Роскомнадзора, поскольку помимо контроля надзорной деятельности, на самом деле Роскомнадзор уделяет большое внимание информационно-публичной деятельности и так называемому саморегулированию отрасли. Поэтому в развитии идеологии идеи Роскомнадзором разработан кодекс добросовестных практик в области персональных данных. Этот кодекс тоже размещен на портале персональных данных. К этому кодексу сейчас присоединились уже порядка 32 крупнейших организаций. это подписание этого кодекса первый этап скажем так был на уровне центрального аппарата. Сейчас у нас готовится региональный этап подписания этого кодекса. Текст этого кодекса размещен на этом портале. В принципе это организация которая заявляет о себе о своих намерениях соблюдать принцип законодательства о персональных данных. Поэтому смотрите у нас на 22 число намечена процедура подписания так называемый региональный этап 22 ноября. Все это будет проходить я так полагаю либо в здании управления либо в зависимости от количества желающих может быть мы будем подыскивать другую аудиторию. То есть что нужно сделать если вы желаете присоединиться к кодексу добросовестных практик. До 1 ноября вы направляете заявление о намерении присоединиться к этому кодексу мы соответственно включаем вас в план информируем о дате и времени процедуру подписания кодекса ответственное должностное лицо желательно конечно чтобы это было первое лицо либо лицо по доверенности приходит для подписания кодекса соответственно потом вся информация появляется на портале персональных данных можете рассматривать это как имиджевое мероприятие никаких таких прямых обязанностей конечно у вас нет за исключением того что вы полностью соглашаетесь с теми положениями которыми зашиты в этом кодексе у меня все надеюсь вы меня услышали спасибо добрый день подскажите пожалуйста управляющая компания является оператором персональных данных управляющая компания является оператором персональных данных мы кстати проводили семинар для организации ЖКХ там поскольку аудитория была немного другая соответственно слайды были представлены с привязкой к жилищному кодексу у вас по вашим нормативным документам прописано что управление многоквартирными домами осуществляется посредством сбора обработки хранения информации АПД то что у вас по вашему поручению например выставление там платежных документов передается может без согласия субъекта передаваться третьим лицам то есть это все внутри закона предполагает наличие уведомления ЖКХ мы ведем у нас это является приоритетной категорией очень часто мы рассылаем запросы информационное предоставление уведомлений но по-разному складывается история Уважаемый вопрос такой вот было такое требование Роскомнадзора чтобы все клиенты юридические лица да наши клиенты юридические лица предоставили данные о тех кто пользуется интернетом у них нужно нужно ли это вносить в персональные данные и также учитывать безусловно у вас получается то есть это требование закона вот то что я вам показывала на отраслевых случаях когда вы в рамках закона имеете право передавать персональные данные при этом не требуется получение согласия субъекта персональных данных но это как раз тот случай который указывает что обработка по данному требованию закона она осуществляется правомерно но вы как оператор обязаны подать уведомление соответственно вот в это уведомление вы включаете в том числе информацию об обработке персональных данных вот этих вот субъектов то есть мы у всех клиентов юридических лиц должны запросить персональные данные всех их пользователей то есть всех их сотрудников и внести это данные к вам нет вы не вносите вы не вносите персональные данные вы указываете информацию о том какие категории персональных данных вот этих вот субъектов как мы их называем просто у меня терминология такая заточенная на 152 вот у нас эти граждане о которых вы говорите они у нас называются субъекты персональных данных вот те сведения о них которые вы предоставляете в соответствии с требованиями вашего закона у нас это называется категория персональных данных и вот вы пишете то есть какие сведения об этих субъектах вы передаете фамилия имя отчества адрес место жительства какие сведения мы должны запросить у юридических лиц наших клиентов чтобы они передали нам сведения обо всех кто может быть кто это определяет ваш отраслевой закон 126 я так полагаю у вас по закону предприятия должны ли мы запрашивать все сведения то есть все кто пользуется интернетом в этой компании это требование не 152 федерального закона это требование вашего отраслевого законодательства вот если законом прописано что при заключении договора с юридическим лицом в течение какого-то срока юридическое лицо обязано уведомить оператора связи о лицах которые непосредственно пользуются этими услугами то вы оператор связи в данном случае осуществляете обработку персональных данных граждан которые являются пользователями этих услуг поэтому в уведомлении вы оператор связи которое вы направляете в роскомнадзор вы только указываете о том что вы осуществляете обработку персональных данных таких категорий как абоненты с которыми у вас непосредственно заключен заключен договор и отдельно выделяете такую категорию как пользователи услуг как я сейчас быстро так не сформулирую пользователи услуг наверное так то есть вы в уведомлении не передаете все эти данные которые получили я вас спрашиваю это нужно или не нужно запрашивать эти сведения позвольте я помогу на самом деле в 575 правилах содержится требование о том что юридические лица должны представить список пользователей использующих оконченное оборудование у юридического лица поэтому соответственно это обязательно пункт который мы должны в договор включать и это предписывает нам правила отраслевая вот вопрос юридические лица на самом деле отказываются ссылаясь на 126 федеральный закон отказываются предоставлять вам говоря о том что это персональные данные юридические лица отказываются значит вот на этот вопрос я вам однозначно скажу что отказываться от исполнения требований которые заложены в закон они не имеют права поскольку в 152 федеральном законе написано статья 6 определяет условия обработки персональных данных и там записано о том что обработка персональных данных может осуществляться с согласия субъекта персональных данных или при наличии иных случаев там пунктов 2-11 есть и вот в пункте под пункте 2 части 1 статьи 6 написано что согласие субъекта персональных данных не требуется если обработка персональных данных предусмотрена законом и необходимо для исполнения оператором своих функций полномочий и обязанностей поэтому такой отказ предоставления сведений со ссылкой на 152 закон он неправомерен скажите пожалуйста а как вы прокомментируете такую ситуацию является ли для нас основание отказ предоставления персональных данных основанием для расторжения договора я не не поняла является будет ли являться для нас отказ предоставления персональных данных основанием для расторжения договора у вас когда вы заключаете договор в договоре прописано что они обязаны соблюдать требования законодательства но вот они как бы не соблюдая требования законодательства, иначе вы имеете право расторгнуть договор. Дело в том, что практика складывается таким образом, что ни одно юридическое лицо на самом деле не предоставляет перечень своих пользователей. Мы включаем это в договор, но они же не исполняют. Это странно для нас звучит, потому что все мы пользователи, например, сотовыми услугами. Если юридическое лицо заключает договор с оператором связи, у них точно также есть обязанность предоставлять сведения о тех физических лицах, которые непосредственно пользуются конкретным телефонным номером. У нас даже не спрашивают на работе, хочу я или не хочу, чтобы мои сведения были предоставлены оператору. Их просто юридическое лицо, то есть мой работодатель предоставляет этой компании. Если я не хочу пользоваться этим телефоном, значит, я просто отказываюсь от пользования этими услугами на работе. Ну, это немного разная категория пользователей. Я не скажу за всех коллег. Но если то юридическое лицо, которое отказывается вам предоставлять эти сведения, оно нарушает законодательство, требования законодательства. Вот такой вопрос. То есть в данном случае мы их запрашиваем, они уклоняются от предоставления под каким-либо предлогом, но у нас нет никаких инструментов в данном случае. Ну, поймите, этот договор, ну, как бы взаимовыгодный. То есть мы должны отказаться от предоставления услуг какого-нибудь достаточно хорошего юридического лица. Значит, тогда вы идете на то, что при проверке нами же у вас не будет эти сведения, я просто про то, что в данном случае мы поставлены, как часто это и бывает, в условия, когда от нас, ну, как бы наша обязанность, да, больше ничья. Получается, что мы должны настаивать, ну, на том, что юридическое лицо должно предоставить под угрозой, как бы, санкций. Но юридическое лицо по сути, по своей, да, ну, никакой ответственности за непредоставление там это, ну, особо не несет. Это все должно быть прописано в вашем договоре. Мы, как бы, в договорные отношения не можем вмешиваться и, заключая такие договора, вы должны это все предусматривать в своем договоре. Дело в том, что это обязательное требование, которое прописано в правилах, которое мы включаем в договор. Мы его не сами формулируем. Я понимаю, но за нарушение этих требований вы, наверное, в договоре можете предусмотреть какую-то статью. Это же все зависит от вас. Либо договор этот принимается юридическим лицом, либо не принимается. Подписывая такой договор, они, значит, принимают все требования. И если будет какая-то в договоре прописана санкция, что за невыполнение каких-то там определенных пунктов они несут материальный какой-то ущерб, да, то, значит, они будут нести материальный ущерб. Спасибо. Ну, либо они не заключат с вами договор. Все правильно. Но как бы все риски-то, если это обязательное требование, его нужно выполнять. Вот Роскомнадзор является, значит, подключен к кому-нибудь? Вот к кому-нибудь, к какому-нибудь оператору подключен Роскомнадзор? Вот к Ростелекому подключен вы? К интернету вы имеете в виду? Да, к интернету. И вам все какими-то услугами подключен, да. Так. И вот вы каждый месяц предоставляете сведения о том, какие у вас сотрудники пользуются Ростелекому? Конечно. Да не верю я. Ну, не верю, что вы предоставляете сведения, какие ваши сотрудники, кто уволился, кто принят на работу и кто пользуется интернетом. Конечно, предоставляю. На закаженном сотруднике закреплен свой компьютер. Нет, сведения Ростелекому. Семинар, давайте вернемся к персональным данным, потому что сейчас уже перейдем на какие-то мелкие вопросы еще раз. То есть, если требование закона, вашего закона, предполагает передачу персональных данных, а передача персональных данных не осуществляется со ссылкой о том, что это противоречит 152-му федеральному закону о персональных данных, это некорректная ссылка. Соответственно, и вы можете писать о том, что в данном случае согласие с субъектом персональных данных не требуется, и передача, то есть 152-й, никак не препятствует исполнению данной обязанности. Давайте следующий вопрос. Можно еще вопрос? Вот по аналогии с юридическими лицами, мой домашний интернет на меня записан, оформлен, но пользуются им еще моя супруга и трехлетний ребенок. Иногда ко мне приходят в гости друзья, родственники, теща, и они тоже пользуются интернетом. Я должен как-то сообщать их данные провайдеру или провайдер должен от меня требовать всех лиц, которые пользуются моим домашним интернетом? Ну, это опять отраслевое законодательство, насколько я поняла, Татьяна Юрьевна сейчас сказала, что это обязанность закреплена только в отношении юридических лиц. Ваши семейные и личные нужды здесь никак не регулируются. Но, с другой стороны, если с вашего IP-адреса когда-то будет размещено какое-нибудь экстремистское послание, я уверяю вас, что отвечать будете и вы. А кто уж там пользовался вашим компьютером, кому вы предоставили доступ, это будете объясняться в другом месте. Извините. Я представляю компанию Zaurial.com, которая, по идее, должна была быть размещена в первой части вашего списка. К сожалению, этого не было. Мы сведения и о расположении сервера, и все-все-все передали. Уже передали? Да. Ну, вы знаете, информация на самом деле актуальная. Я не берусь сказать, поскольку действительно для меня проводили анализ. Я просто вернусь и буду разбираться, почему она не дошла до вас. Да, хорошо. Это раз. Второе. Если можно, слайд с списком тех исключений, которые позволяют оператору связи, ну, как бы не уведомлять вас об обработке персональных данных. Можно поподробнее поговорить по второму пункту? Там речь идет о том, что оператор обработки персональных данных, ну, то есть оператор связи, может не уведомлять, в случае, если он обрабатывает эти данные в связи с заключением договора, то бишь договора связи, предоставляет их третьим лицам согласие субъекта персональных данных. В договоре четко описано, что оператор связи предоставляет третьим лицам конкретные данные, там стоит подпись абонента о том, что он согласен с этим, и в политике указан список организаций вот этих самых третьих лиц, куда могут предоставляться эти данные. Это, как бы, достаток, это является вот этим самым исключением? Или вы все-таки по-другому трактуете? Вот второй пункт. Нет, мы трактуем его ровно так же, но я, вот вы мне сейчас один пример приводите, я вам другой пример привожу. Вот прихожу я к вам и говорю, вы знаете, я вот дала согласие на обработку персональных данных, а теперь я его отзываю. Я запрещаю вам передавать информацию третьим лицам. Не вопрос. Мы даже строгаем договор. Ну а почему? А потому что у нас условием получения, условием договора является в том числе согласие вот в этой самой строчке. Нет согласия, нет договора. Условия договора не могут противоречить требованиям закона. По закону субъект персональных данных имеет право отозвать согласие, но у оператора продолжается право, вернее, есть право продолжить обработку персональных данных, необходимую в том числе для исполнения договора. Понимаете? Вот такая вот запутанная ситуация. Вы только что... Второй момент. Давайте я договорю. Вот мы сейчас очень тщательно разбирали информацию, вернее, требования подзаконных актов о предоставлении сведений о физических лицах пользователях услугами. Вот вы с ними же не заключаете договор. Они в данном случае являются, их можно назвать, наверное, выгодоприобретателями от этого договора. Но вот прямого указания на выгодоприобретателей в рамках договора не является исключением. Я не понимаю, что такое выгодоприобретатель в договоре об оказании услуг связи, уж извините, пока не сообразил. И про юридических лиц, где появляются пользователи услугами связи, я пока за вопросы не задавал. Меня интересуют условия, когда оператор связи предоставляет услуги только физическим лицам. У него в договоре обязательным условием является согласие на предоставление персональных данных абонента третьим лицам, которые нужны в том числе для выполнения этого договора. Ну, по ряду причин. Согласие абонента имеется. Список третьих лиц, которым предоставляются в политике оператора, указан. Мы должны уведомлечь вас. Секунду. На основании данного вида обработки персональных данных вы действительно можете осуществлять обработку без уведомлений. Вот при всех тех условиях, о которых вы сейчас сказали. То есть, вот этот вот пункт, который здесь указан, как, скажем так, когда вы потом говорите о том, что его сложно выполнить. В принципе, выполнить его можно. Ну, я бы написала ситуацию, причем это не выдуманная ситуация, это ситуация из практики правоприменения взята, когда субъект персональных данных отозвал свое согласие, оператор связи продолжает предоставление услуг связи в рамках договора, и при этом согласия как такового нет. Скажите, пожалуйста, вот коллеги правильный вопрос задают, если юридическое лицо категорически отказывается предоставлять информацию, у любого оператора, как минимум, есть данные о генеральном директоре этого лица, есть реквизиты этого лица. Может ли считаться официальный ответ юридического лица клиента, об отказе предоставления списка пользователей, является основанием для того, чтобы мы это письмо просто приложили и сказали, а вот этот клиент, вот генеральный директор Иванов Иван Иванович, с ним заключен договор, данных о своих пользователях не предоставил. Вот его официальный ответ. Этого будет достаточно? Нет, для чего достаточно? Вы поймите, у нас сейчас вот мы вроде одно ведомство предоставляем, я понимаю, что у вас все это... Это достаточно для того, чтобы снять вопросы к оператору связи. Так о чем? О необходимости предоставления... которые, ну, опосредованно через юрлицо мы предоставляем. Предоставление списка пользователей услугами – это вопрос отраслевого связного законодательства. Я здесь, ну, неуполномочен и некомпетентно вам давать какие-то комментарии. С точки зрения закона о персональных данных, я вот не понимаю, ну, один оператор… То есть мы сейчас говорим, что вы все-таки, да, считаете, что вот вы осуществляете обработку персональных данных, но есть отдельные юридические лица, которые по каким-то причинам нарушают правила вот этих предоставлений телематических услуг связи и не предоставляют информацию о пользователях, а другие предоставляют. Так вот, если говорить сейчас с точки зрения закона о персональных данных и перевести снова на ситуацию с необходимостью направления уведомления, вы все равно пишете о том, что вы осуществляете обработку персональных данных абонентов, с которыми заключен договор, вы осуществляете обработку персональных данных лиц, ну, вот как вот, прям, цитата была хорошая из постановления, лиц, которыми пользуются услугами телематических услуг связи, предоставленных для юридического лица. Ну, вот и все. А категории этих персональных данных, они тоже заложены в положение. То есть, какие сведения предоставляются? Фамилия, имя, отчество пользователя, адрес, место жительства, насколько я помню. Тут, я так понимаю, вопрос о том, что вы имеете в виду, что вы список этих, ну, как бы, пользователей с их персональными данными должны нам предоставлять. Вы нам не должны его предоставлять. Нет, они нам должны предоставлять. Вам должны, нам ничего предоставлять не нужно. А вы, соответственно, являетесь операторами этих данных. Ну, вот, коллега задавал вопрос, достаточно ли будет показывать отказ. Особенно о связи нет. Вы будете нарушать законодательство о связи. Ну, вы же должны требовать, как бы, от своих... Так мы требуем, а они не исполняют. Если нет, потому что вы ему услугу не имеете права оказывать, тогда, если он нарушает это законодательство. Иначе вы берете эти нарушения на себя, за это будете нести ответственность. Нет, а как мы можем нести за это ответственность? Как мы можем нести ответственность за третьих лиц? У вас нет сведений о пользователях этими услугами. У вас, кроме этого, в правилах написано, что у вас должны быть сведения о пользователях юридического лица. Если он один пользуется, значит, он только один напишет. Надо вас и не требовать еще проверять. Получите от них информацию о том, что пользуется один генеральный директор. Хотя я не знаю, с точки зрения надзорного органа, это, наверное, не очень правильный совет. Вообще, вы знаете, еще хочу сказать, всегда есть корпоративный дух. Вот очень много ситуаций, когда вводится какое-то новшество в законодательство, начинается вот это вот использование конкурентного преимущества. Один, ну, грубо говоря, так закрыл глаза на исполнение данного требования, а другой вдруг рьяно взялся исполнять это требование. И пользователь услуг говорит, ну, если вы такие принципиальные, пойду-ка я к другому оператору. Поэтому, возможно, здесь действительно корпоративный дух должен быть. И если все будут требовать одно и то же, то, извините, человек, пользователь опять придет к тому, что же все-таки ему выгоднее. Да, ну, только что представитель правдону шоу сказал, что если отзывает гражданин там, то, что он не хочет, чтобы его персональные данные кому-то передавались, они расторгают договор. То же самое у вас, только с юридическими лицами. В принципе, невыполнение этого требования, которое прописано в договоре, ведет к расторжению договора. Просто непонятно, в чем проблема. Проблема в том, что это невозможно, неприменимо на практике. Абсолютно. Ну, по-сюридическим лицам не передайте их сведения. Никогда. Мы как бы включаем это в договор, потому что нам законодательство предписывает. Потом ваши кальноты опять... Вы представляете, вот к вам в магазине придет продавец и попросит у вас персональный данный. Что вы ему скажете? Если это законодательство не предусмотрено, значит вы ему не передаете. Да, он обязан это делать, но вы-то нет. Вот знаете, я сейчас слушаю вот эту историю. Мне пришла вот такая мысль. Вот в каком случае у вас потребуется... Вот вы говорите, что у вас нет полномочий по проверке. Во-первых, я так понимаю, проверять эту информацию у вас положениями вот этого постановления не предписано. У вас есть обязанность только получить эту информацию. Второй момент рассмотрим, когда все-таки это станет критичным. Ну, когда с какого-то IP-адреса будут совершены какие-то противоправные действия, ну, сейчас это уже не угроза, а реальность, когда там экстремистские материалы размещаются, и когда правоохранительные органы, силовые правоохранительные органы придут и запросят у вас эти данные, вы дадите данные ровно те, которые представил вам ваш абонент. И уже, я так думаю, вот с этими достоверностью этих данных решать будут вопросы совершенно другие люди. Поэтому, ну, наверное, вы немножко проблем больше делаете, чем на самом деле она есть. Вы требуете предоставить информацию. Скажите, пожалуйста, на основании чего мы не имеем права предоставлять услуги абоненту, юрлицу при отсутствии вот такого списка пользователей? Если у вас в договоре это требование прописано, и оно не выполняется на основании этого договора, который заключен между нами... Ну, это внутреннее дело оператора предъявлять абоненту, это как нарушение, и, соответственно, применять ли какие-то... Нет, а все-таки какой НПА не дает оператору предоставлять услуги такому абоненту? Ну, это договорные ваши услуги, ой, это... Мы прощаем им невыполнение этого пункта, допустим. Прошу, прощайте, но тогда мы вам не простим, когда... А такой вопрос... Поэтому и спрашиваю, на основании чего? Такой вопрос. Вот вы говорите, что юрлиц нету как бы четкого... На основании лицензии, нарушения лицензионных требований, в которые у вас прописано, что должны выполняться все требования законодательства. Так, а мы выполнили, мы включили договоры. Мы выполнили требования. По умолчанию не можете, они вам должны предоставить эти сведения. Ну, допустим, мы пропишем, что... Если вам пишет генеральный директор, я пользуюсь услугами, все, вы получили сведения, закрыли и забыли. Вы выполнили требования законодателя. К оператору предъявляется требование именно в такой формулировке, что он должен включить в договор такой пункт. Все, что он должен требовать в выполнении этого пункта, такой формулировки нигде нет. Это уже вольное трактование, расширенное. Не основанное ни на чем расширение. Требования записаны о том, что должны... Включить в пункт. Сведения о пользователях у вас должны... вы собираете сведения о пользователях. Это в правилах прописано. Такого нет. Там написано, что мы должны включить в договор в обязательный порядок такой-то пункт. Есть вопросы еще по уведомлению по персональным данным? Другая тема у нас уже на подходе. Регламент нарушаем. Следующая тема у нас будет. Следующая тема – система фильтрации SCAD, DPI, опыт и практика применения. Представитель разработчика Артем Терещенко выступит. Коллеги, добрый день. Сегодня уже фильтрация была. Я сильно вас утомлять не буду. Повторением каких-то базисных тем. А презентацию можно? Видимо, там уже никого нет. Хорошо, давайте я без презентации начну. Мы – группа компаний ITGrad. Соответственно, у нас есть основной разработчик – это компания OVAS Experts. главная наша цель является разработка системы DPI на рынке с 2012 года. И ряд операторов нас уже знают. С рядом оператором мы только общаемся. Сейчас порядка 500 инсталляций имеем в России. И, соответственно, ключевые пункты, по которым мы выходили – это фильтрация. Дальше – это непосредственно разбор трафика был, анализ, сбор статистики, шейпинг. После чего у нас появился полноценный BRAS, L3, дальше L2, NAT. И вот сейчас я, наверное, хочу прокомментировать часть того, что тут обсуждали по фильтрации. Я решил, когда это у меня будет возможность. Можно следующие слайды, пожалуйста? Ну, так и кратко о нас. Еще дальше. По технике. Мы пишем софт. Как и компания RDP, мы создаем только софтовый продукт. Дальше накладываем это на железо. Компания RDP берет конкретный программоаппаратный комплекс, под который она и пишет. Мы, соответственно, берем любое серверное оборудование, x86, оно может быть уже у оператора, либо нами поставлен полный программоаппаратный комплекс. И, соответственно, есть минимальные требования, на котором это все заводится, и вы можете получить следующие возможности. Здесь мы говорим о фильтрации. Можно следующий слайд. По технологии, значит, один процессор, есть байпас, и DPI распознает более 6000 протоколов, работает на скоростях. Сейчас на одном процессоре до 80 гигабит в одну сторону. Сейчас вышли следующие, 28-ядерные, там 100-120 гигабит на один сокет обрабатывается. Дальше, пожалуйста. Есть некая градация по опросу пропускной способности, по функциональности. Пожалуйста, дальше. По фильтрации. Значит, у нас методика работы следующая. Мы формируем списки в нашем облачном сервисе, то есть мы выкачиваем списки с Роскомнадзора, их подготавливаем и составляем 4 списка. Я дальше поясню, какие именно. Все скаты, которые стоят, закачивают из списки с нашего облака. Если оператор хочет это делать самостоятельно, мы даем им возможность, это все открыто. Оператор может самостоятельно из списки туда подгружать. Есть некоторое количество возможностей установки. Соответственно, разбираем в HTTPS. Для HTTPS подмену сертификата не делаем. Блокируем только по SNI, Command Name. В принципе, мы проверяли, то есть список у нас огромный, можно закачать, порядка 4 миллиардов записей. То есть еще долго мы не упремся в какие-то пределы. Дальше, пожалуйста. Как вы все знаете, в списках есть записи типа URL, звездочка домен, HTTPS, IP и там NewcomD, просто IP и так далее. То есть как мы их блокируем? Да, у нас HTTP по URL блокируется, звездочка домен, HTTPS по SNI, по Common Name, по IP-порт. То есть идет проверка по… ну сначала SNI смотрится, если есть дальше, имя сертификата проверяется, и только после этого, если этих параметров не обнаружено в Flow, соответственно, блокируется по IP-порт. Вот, NewcomD и так далее. Соответственно, блокировку HTTPS, подмены сертификата не делаем, ну потому что на сайте Роскомнадзора в частности заявлено, что это неправомерно, поэтому мы это тоже не осуществляем. Отмечу, что вот настройки фильтрации могут работать как глобально, так только на определенные IP-шники, либо исключая определенные IP-адреса. Это удобно, если оператор хочет предоставлять услугу фильтрации как дополнительный сервис для нижестоящих провайдеров. Соответственно, здесь как бы можно варьировать, какие IP-шники фильтровать, что не фильтровать, допустим, какое-то потоковое видео, которое у вас идет, зачем его трогать, да, его можно отнести в отдельные каналы и туда фильтрацию не накладывать на него. Дайте, пожалуйста. Отмечу, что мы активно развиваемся, и у нас сейчас есть поддержка IPv6. Почему начальная написана? Потому что у нас есть некий subscriber management, то есть фильтрация уже работает на IPv6 по спискам Роскомнадзора, по черным спискам. А вот непосредственно сам полисинг, он дорабатывается, будет готов к концу года. Дальше, пожалуйста. Тоже отмечу, что мы активно ведем развитие, то есть буквально за последние 3-4 месяца вышло две новых версии, в которых мы доработали. То есть так или иначе, мы усовершенствуем всегда фильтрацию, да, соответственно, мы ведем на ней постоянно работу. Потому что у нас, вот мы сейчас тоже с Роскомнадзором активно проводим тестирование, мы передали там порядка 20 наших клиентов уже текущих, у кого скаты довольно-таки долго уже стоят, они, соответственно, их поставили на мониторинг, смотрят, как работает. Здесь я отмечу, что когда я общался с центральным аппаратом, был следующий диалог, что те операторы, те производители, которые будут сейчас проходить фильтрацию, они, соответственно, будут ввесены в некий рекомендательный список. То есть Роскомнадзор, возможно, выпустит некую бумагу, либо на сайте повесит, что эти операторы прошли тестирование. Плюс я видел, что, допустим, безопасный интернет проходил тестирование. Даже есть проценты, которые они пропускают, то есть это, скорее всего, будет публичная информация, потому что я это видел на презентации, которая была в Сочи вот не так давно. И Роскомнадзор на момент, когда проводится тестирование у оператора, не выставляет ему штрафы. Это было заявлено руководителями Роскомнадзора. У нас есть подтверждение. Я думаю, что можно тоже запросить такую информацию. То есть если интересно тестирование, вы можете развернуть. И вот мы знаем, что когда проводится тестирование конкретно у этого оператора, ему штраф не предъявляется. По вопросу материальной ответственности нас как разработчика перед оператором в случае пропусков. Мы работаем на рынке уже давно. То есть у нас 500 инсталляций, как я говорил. Скат работает стабильно и поддержка, как я вижу, 5-10 тикетов пролетает. В основном это функциональность, запрос функциональности. Хотим брас, надо настроить и так далее. Есть запросы по пропускам. Какие есть ключевые, ну как сказать, моменты. Первое. Ревизор проверяет до вступления в список этого ресурса. Мы это наблюдаем. Есть такие трудности. Ну то есть у нас даже есть явные примеры. Трафик оператора идет мимо устройства фильтрации. Это предъявляется тем операторам, допустим, которые имеют пиринг. То есть вот коллеги из РДП говорят, что вот они будут нести материальную ответственность. Мы в свою очередь говорим, что мы обеспечиваем поддержку продукта. То есть если есть трудности, мы в рамках поддержки все как бы с вами решим. Все технические вопросы. Материальную ответственность на данный момент мы несем, потому что мы наблюдаем, что оператор как только, ну, я это слово такое в кавычках расслабляется. То есть есть вопрос такой, что оператор периодически модернизирует свою сеть. Если ему сказать, что вот этот фильтр, мы отвечаем за него, то он расслабляется и трафик перестает на него подавать, который нужно фильтровать. Соответственно, проявляются пропуски. Потом очень долгий идет разбор, почему произошли эти пропуски. Трейсы делают и так далее. Соответственно, определяется то, что ресурс доступен не через фильтр. Этих как бы, ну, инсталляций много, где такое происходит. Поэтому мы ежедневно ведем такие диалоги. И все сводится к тому, что как только оператор запускает все обратно в фильтр, все работает прекрасно. Соответственно, у нас довольно-таки большой комьюнити уже. То есть есть форумы, нас обсуждают. Операторы, если мы что-то пропускаем, они, соответственно, сразу выкладывают. Поэтому у нас есть уже такое некое давление со стороны сообщества, которое заставляет нас поддерживать фильтры в рабочем состоянии. По схемам не рекомендуем на зеркало. У нас есть клиенты, которые до сих пор стоят на зеркале. Соответственно, мы максимально переводим с зеркала в разрыв. Мы это уведомляем, рассказываем. Тесты, если просят, даем, но говорим, что на зеркале есть пропуски. Роскомнадзору также переданы некоторые операторы, которые стоят на зеркале. Они будут смотреть, какой там пропуск и так далее. То есть как статистика. Я думаю, что у них тоже, может быть, в рекомендательном письме будет написано установка только в разрыв. Ну и, конечно, BGP-анонс, то, что коллеги говорили, то есть некая предфильтрация, ну вообще сейчас уже неприемлема. Дальше, пожалуйста. По, как бы, да, то, что я говорил. Есть стандартный мониторинг, поэтому мы рекомендуем, если устройство с байпасом, ему нужно обязательно мониторить. То есть если оно может переключиться в байпас режим, это может быть, когда вы проводите работу, когда перебой с электропитанием и так далее, фильтр перестает работать, то есть он пропускает через себя. Здесь либо не использовать байпас, и использовать резервирование, либо ставить на мониторинг и, как бы, реагировать сразу при переключении устройства в байпас режим. Дальше, пожалуйста. По технической поддержке стандартный это НБД, но если какой-то критический вопрос, да, мы решаем в течение этого рабочего дня. Дальше, пожалуйста. Отмечу, что мы занимаемся не только DPI, у нас есть СОРМ, в частности третий, и СКАД может выступать как съемник для третьего СОРМа. Мы имеем компетенцию по второму, третьему СОРМу, если есть какие-то вопросы, требуется консультация, что сейчас на рынке происходит вообще, к чему все идет. Мы периодически проводим вебинары, выступаем на мероприятиях, и если есть интерес, можно с нами поработать по третьему СОРМу. Это 538-е постановление. Отмечу, оно сейчас не сертифицировано, то есть сертификации как ее нет, но ФСБ требует, они вписывают 538-е в план мероприятий, соответственно, если вас требуют, можете с нами поработать по этому вопросу. Дальше, пожалуйста. Ну, по СОРМу, да, то есть он состоит из двух частей, это съемник и непосредственно самая информационная система. Информационная система может быть построена также на вашем оборудовании, то есть можно использовать имеющееся серверное оборудование, на котором накатывается СОРМ, информационная система, и интегрируется с пультом ФСБ. Дальше, пожалуйста. Здесь кратко приведено все, что мы умеем. Да, то есть, и отмечу, что мы сейчас активно развиваем маркетинг, то есть у нас есть отдельный модуль, который протестирован на большом операторе, есть цифры по кросс-продажам, по борьбе с оттоком. Если кому интересно, мы, скорее всего, будем проводить отдельный вебинар с коллегами, которые занимаются этим модулем. То есть это не стандартный наш графический интерфейсик, кто видел, это отдельный модуль, в котором можно чуть больше узнать о своем абоненте, как у вас абоненты ведут, сегментация, и дальше передавать эту информацию, допустим, в контакт-центр, либо в техподдержку, которая уже будет работать с вашими абонентами более точно. У меня все, спасибо, если есть вопросы, отвечу. Скат 6, 87, 360 лицензия, бессрочная лицензия и год поддержки. В следующий год 10 тысяч рублей. 3 гигабита в одну сторону, 3 в другую, и либо 6 на зеркале. Коллеги, мы периодически вебинары проводим, у нас на сайте анонсируется, соответственно, если есть интерес, вы можете нам написать, либо поприсутствовать на вебинаре. Там нас мучают очень хорошими вопросами, и мы публично все отвечаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашим докладчикам, большое спасибо нашим участникам. В принципе, тематика нашего семинара подошла к концу. Всех благодарю за то, что присутствовали, задавали вопросы. Хотелось бы иметь обратную связь. В этом году на эту же тематику у нас еще просто будут еще два семинара в других местах. А если вам интересны какие-то другие темы, встречи с какими-то другими организациями, пожалуйста, вы нам пишите об этом. Мы в следующем году продолжим наши семинары и постараемся уже отразить другие интересующие вас темы. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.